В распоряжении комсомолки оказалась запись снятых в 90-м году во Франции теледебатов между будущим президентом России Борисом Ельциным и высланным из СССР философом Александром Зиновьевым. Нам она показалась и интересной, и удивительно современной. В марте 1990 года культовая передача «Апокриф» французского телеканала «Антен-2» провела дебаты Бориса Ельцина, в тот момент опального политика, ставшего главным оппозиционером Советского Союза, и Александра Зиновьева, писателя-философа, высланного из страны в 1978 году, и только что выпустившего книгу «Катастройка» — острую сатиру на Горбачевскую перестройку. Кстати, после этого разговора Ельцин больше никогда и ни с кем не дебатировал в телеэфире. Невъездной Зиновьев поразительно точно предсказал тогда, что будет дальше со страной. А лозунги, с которыми шел тогда к власти Ельцин, слишком похожи на те, что берет на вооружение нынешняя оппозиция в России. Борьба с привилегиями, с партией власти, угрозы вывести людей на площади. Александр Зиновьев, хотелось бы узнать, какое ваше мнение о Борисе Ельцине? Я хочу сказать, что я не член политбюро и не был никогда партийным работником. Публикацию моих книг не нужно ни с кем согласовывать. Но вот уже пять лет в Советском Союзе кричат о гласности, о свободе, а мои книги не печатают. Вот проблема. Что я думаю о Борисе Ельцине? Действительно, мне впервые приходится так близко встречаться с человеком, с политическим деятелем такого, советским такого калибра. У меня были встречи с Сусловым, с Ворошиловым, с Андроповым, но анекдотичные. Например, с Андропова я налетел на Лубянке, когда я проходил мимо. Стража меня пропустила, Андропов испугался и спрятался в машину. Вот, а меня всю ночь держали, допрашивали, кто я такой. У меня к Борису Ельцину двоякое отношение. Человеческое отношение, я ему в высшей степени симпатизирую, и писательское отношение. Когда я беру перо в руки, то мною начинает владеть литературный жанр. И тогда я не даю пощады никому. И вот в книге «Катастройка» Борис Николаевич фигурирует у меня в нескольких ипостасях. Но я сатирик, понимаете? И так что я отношусь к Борису Николаевичу как к человеку с огромным уважением. И как человек. А как писатель он является для меня объектом сатиры. И, так сказать, объектом анализа. Итак, тот же вопрос вам, господин Ельцин. И так, действительно, мы только еще начинаем нашу передачу. Итак, Борис Ельцин, что вы думаете об Александре Зиновьеве, который вы встречаете, кстати, впервые? Я думаю, что это человек-поступка. Конечно, писатель. К сожалению, мне не удалось прочитать все его книги. А, насколько мне известно, были выпущены около 20 книг. Около 20 книг. Но последнюю катастройку мне удалось. Просто переправили и гранки, так сказать, мне принесли. И я прочитал. Поэтому мне показалось, что, конечно, книга интересная, очень острая. Судьба тяжелая, конечно, трудная, сложная, связанная с такими периодами тяжелыми в нашей стране. Но лично мы действительно не знакомы, поэтому полную характеристику, что ли, и свое отношение высказать я затрудняюсь. Это изумительная книга, особенно первая ее часть, она совершенно ослепительная, блистательная. Я об этом говорю с Александром Адлером. Это действительно блистательная, эта первая часть. Одна из величайших книг, которая, так сказать, вписывается в тот перечень, который вы уже написали. Итак, несколько слов о вашей молодости. Очень молодым, вы уже были индивидуалистом, вы очень приверженно относились к своей независимости. И в то же время у вас была склонность к сатире, уже с молодости. Подросткам вы хотели стать совершенным коммунистом. Насколько вот эти основные качества, ваши качества, не противостояли вот этому призванию? Я действительно уже с детства вступил в конфликт с моим обществом. Могу сказать, привести такой пример. В 1935 году был опубликован проект Сталинской Конституции. Я в школе мальчиком сочинил свою Конституцию. Между прочим, замечу, что в Сталинской Конституции не было пункта руководящей роли партии. В моей Конституции была шуточная. Ну, в ней, например, были такие статьи, что плохие ученики имеют право на отличные отметки. Я учреждил пост президента. Мой президент был наделен неограниченными полномочиями, как вот сейчас хотят сделать. В частности, он мог увольнять учителей, выгонять из школы, и устраивать самых плохих учеников в самые лучшие институты. Кончилась эта моя Конституция тем, что меня исключили из школы. Но потом восстановили, учтя мое крестьянско-пролетарское происхождение. В 1939 году я был членом террористической группы, которая собиралась убить Сталину. Наш заговор не удался, потому что нам нечем было убивать. Мы достали револьвер, но он не стрелял. Так, да. Но почему в 17 лет действительно вы настолько были против Сталина, что вы хотели его убить? Хотели действительно похушение на его организацию? Причина очень простая была. Я действительно являюсь продуктом революции. Я был воспитан, родился после революции, воспитан в советской школе, воспитан как идеальный коммунист. В каком-то отношении я и до сих пор остаюсь идеальным коммунистом. Что такое идеальный коммунист? Это человек, который жертвует всем для общества, у которого минимальные потребности, который работает ради коллектива и так далее. А реальность не соответствовала моим представлениям. И я, так же как мои сообщники по террористической группе, мы олицетворили зло в Сталине. Сталин для нас олицетворял зло реальности. Поэтому вот этот конфликт и послужил исходным пунктом всего моего последующего развития. Борис Ельцин, какая Ваша была реакция на смерть Сталина? Я был опечаен. Ну, как и все родители, близкие, знакомые. Хотя, так сказать, был еще очень молодым. Я действительно расстроился по-настоящему. Ну, восприятие мое, конечно, несколько иное, чем у господина Зиновьева. Поскольку он и раньше знал о всех деяниях. Я, конечно, не знал. Позже только узнал уже, значит, пожалуй, после того, как это все раскрылось. Хрущевым. Но первая реакция была такая. Вы были спортсменом, чемпионом по волейболу, вы играли в лучших командах советских волейбольных. И у меня такой вопрос. Может быть, политика похожа немножко на волейбол, нужно прыгать выше других и первым бить по мячу, чтобы забить гол? Только не по мячу, а по противнику. По сопернику. Это разница. Да, да. Хорошо. Тут есть откровение в вашей книге. Довольно удивительное. О том, что именно вы снесли дом, в котором были казнены Романовы. Царская семья, царская фамилия, я так говорю зрителям. Ну, вы имеете в виду, значит, снес сам это, взял, значит, каёлку и лопату, и сам прямо разобрал этот дом? Нет, нет, вовсе не так. Вы сказали сам. Нет, просто вы были инженером. Вы были инженером, и, значит, вы управляли, как бы руководили работой. Нет. Вы плохо изучили, просто прочитали книгу, к сожалению. А, вот так, да, извините. Да, да, да. Я так подумал. Я был первым секретарём Свердловского кома партии в это время. Только с самого начала как раз. И, значит, пришло решение Политбюро снести этот дом. Александр Зиновьев, всё-таки помимо некоторых кризисов, пьянства, запоев, это слово, которое вы употребляете, действительно, слово, которое вы употребляете в трудные моменты, вы напиваетесь. Так вот, помимо этих периодов запоя, чувствуется, что вы любите добропорядочность. То есть, и целый перечень вещей, которые вы хотели бы сделать в своей жизни, это как раз средство человека очень большой добродетели. Так вот, не становитесь ли вы нетерпимым из-за задавления своей добродетели? Ну, во-первых, я никогда не был алкоголиком. Я пьянствовал, а это нечто иное. Русское пьянство... Я так и сказал. Это своего рода наша национальная религия. Это явление, скорее, психологическое. И, причём я... Это правда? Это действительно национальное явление, пьянство в России, в Союзском Союзе? Пьянство, но не алкоголизм. Это я различаю. Можно так сказать. И я мог бросить пить в любую минуту, что я и делал. В основном моя жизнь была трезвой. Трезвой и очень упорядоченной. Вы сказали, не становлюсь ли я нетерпимым. Ну, да, нетерпимым, но к чему? Да, но вот в силу этой добродетели. Не терпимись по отношению к другим. Вы очень жестоки, очень строги к остальным. В отношении других я допускаю всё. Пусть люди будут такими, какими они хотят быть. Я нетерпим в отношении к себе. И в отношении выбора людей, с которыми я имею дело. Это другой, совершенно другой вопрос. Причём, моя нетерпимость особого рода. Я изложил в моих принципах, скажем, с плохими людьми не имей дела, с доносчиками не дружи, с предателями не дружи, с ненадёжными людьми лучше избегая иметь отношения и так далее. Вы были очень хорошим секретарём, затем также хорошим секретарём обкома. То есть вы фактически так же карьера, как у Горбачёва. Вы новое поколение, поколение, которое приходит к ответственности, пришло к ответственности в конце эпохи Брежнева. Ну, с Горбачёвым всё-таки немножко... У нас разная судьба. Я почти полтрудовой деятельности, чуть поменьше, провёл на производстве. Начиная от рабочего и потом начальником крупного комбината. Это было 15 лет. А уже потом перешёл на партийную работу. Или, вернее, перевели на партийную работу. Прав ли, Борис Ельцин, отказаться от своих привилегий, представить себя таким руководителем, который не пытается пожать плоды своего доминирующего положения? Ну, это его личное дело. Да. Но с социологической точки зрения, это шаг бессмысленный. Общество, в котором нет привилегий, нет иерархии распределения, развалится в течение нескольких недель. Это всё равно как армия, в которой генералы питаются как солдаты и выполняют те же функции, что и солдаты. В обществе наличие иерархии распределения – это нормальное явление в обществе. И привилегии, в сути, нормальные, а социологически нормальные. Это отказ от них – это производит сильное впечатление на массы. Конечно, конечно, и будут все кричать «Ура!» Но это производит впечатление только как исключение. Как исключение, когда один человек или несколько человек хотят завоевать симпатии масс. Но когда крупный политический деятель совершает такой шаг, я могу только сказать, что это свидетельствует о полном непонимании закономерностей общества, в котором он живёт. Есть объективные социологические закономерности. Так, и, скажем, вот, Борис Николаевич возмущается тем, что повысили заработную плату работникам аппарата. Потому что происходит инфляция. Понимаете, вот я вам пример приведу. Скажем, я был профессором. Я получал 500 рублей в месяц. Сейчас профессора получают 500 рублей в месяц. А люди, работающие в кооперативах, в день зарабатывают 500-700 рублей. Заработную плату работникам аппарата повышают не потому, что, понимаете, хотят им создать какие-то исключительные условия. Потому что прежняя зарплата потеряла смысл. Я говорю, вот, лично это производит всё впечатление, вызывает в восторге масс. Эта сатира – жесточайшая перестройки. Но ведь одним из явлений перестройки является то, что происходит сегодня, если бы не было бы перестройки. Вряд ли бы вы сидели здесь друг против друга. Господин Ельцин не имел бы возможности приехать сюда и поговорить с писателем, который считается отщепенцем. Это всё-таки неплохо. Это результ перестройки. Ну, что вы хотите сказать? Что я должен быть счастлив от того, что я сейчас сижу и могу видеть господина Ельцина? Ну, не случилось бы это. Ну, что вы думаете, я ходил бы и плакал. Ах, какое горе, не увидел такого человека. Ну, это же не серьёзно. Понимаете, всё зависит от того, как понимать перестройку. Что такое перестройка? Что такое перестройка? Я во всех моих книгах обосновываю следующий тезис. Перестройка не есть прогресс. Не есть обновление общества. Это болезнь общества. Это кризис. Кризис. И выходом из перестройки может быть только контрперестройка. Наличие политических партий – это явление капиталистического общества. Ни в каком другом обществе этого явления нет. Вы можете допустить в Советском Союзе тысячу партий. И все они выродятся в политические мафии. А не в партии. В структуре общества, в структуре народа нет никаких оснований для партий. О партиях можно поговорить и прочее, поскольку их нет. Но создайте их, вы увидите, что из этого получится. Когда господин Ельцин говорит о том, что нужно ускорить перестройку, вы считаете, что он хочет ускорить болезнь? Он хочет ускорить болезнь. Ускорить болезнь. То есть приблизить страну к смерти. Только и всего. Борис Ельцин, вам нужно теперь как бы оборонять, защищаться и обратиться к французским телезрителям. Ваша перестройка, которую вы хотите ускорить, которую вы хотите придать более радикальный, быстрый характер. От кого мне обороняться? От человека, который отстал? Нет, я не собираюсь обороняться. Я собираюсь наступать. Наступать в вопросах перестройки. И дело не в названии. Не в названии. Общество действительно больно. Его нужно лечить. А как обозвать? Это уже другое дело. Но надо только решительно и радикально действовать не так, как Горбачев. Только полумеры, только компромиссы и нерешительность. Она действительно может сейчас привести к кризису в обществе. Александр Зиновьев, как вы видите будущее Горбачева и, например, почему бы нет, будущее господина Ельцина? В Советском Союзе уже началась контрперестройка. Контрперестройка. Разглавляет ее сам Горбачев. Он уверенно идет к личной диктатуре. Поэтому был создан пост президента. То есть создать аппарат сверхвластия вне партийного аппарата, как было при Сталине. Подчинить себе партийный аппарат. Есть определенные законы таких процессов. Нужно определенное время. Я думаю, пять лет достаточно. Через пять... Сталин ведь тоже не сразу, хотя занимал пост генерального секретаря, но ему больше десяти лет потребовалось, прежде чем он действительно власть свою укрепил. Горбачеву еще нужно пять лет. В течение этих пяти лет или через эти пять лет он уберет всех, кто ему мешает. И исчезнет и Ельцин. Исчезнет. И исчезнет и Лигачев. Сейчас они играют роль в этом спектакле власти. А потом все прояснится. Ну а вам, как видится, будущее Советского Союза в краткосрочной перспективе? Что произойдет? Я, пожалуй, только в одном согласен в отношении президентства Горбачева. То есть я не против вообще президентства как такового. Но вот эта поспешность, которая сегодня проявляется Горбачевым немедленно, немедленно, 12-13 марта собрать съезд и на съезде избрать президента, вместо того, чтобы избрать его народом, это, конечно, вызывает протесты. И наша межрегиональная депутатская группа будет блокировать выборы. Мало того, ряд республик, я думаю, немало республик, тоже будут на съезде блокировать выборы президента. Потому что они понимают, что усиление президентской власти может привести к их подавлению суверенитета республики. Потому что не было подготовлено заранее все остальные демократические, так сказать, институты или, вернее, законы. Не было закона о разделении функций между центром и республиками. Нет самостоятельности республик, она не установлена. Нет вообще государственного устройства. Над чем президентствовать, неизвестно. А выбирай скорее президента. Да, он хочет, учитывая, что партийное кресло пошатнулось, он хочет сесть в более такое удобное, жесткое и уверенное кресло президента. Но, я думаю, что все-таки не это решит. А господин Зиновьев не знает процессов, которые идут среди народа. Там, на заводах, на фабриках, и так далее. Народ теряет терпение. И вполне может случиться, если не будет каких-то действительно реальных изменений в сторону улучшения жизни уровня народа, люди выйдут на улицу. Да, я просто хотела бы задать прямой вопрос. Хотите ли вы, господин Ельцин, заменить Горбачева и стать номером первым в Советском Союзе? Нет. Почему? Потому что будущее за Россией. Господин Зиновьев, вы хотели бы вернуться жить в Советский Союз? Если да, то при каких условиях, какие условия вы ставите для своего возвращения? Я русский человек, конечно. Но меня выбросили из страны, хотя я не совершал никаких преступлений. Лишили степеней, званий, наград, всего. Я написал множество книжек, я считаю это вклад в русскую культуру. Я сделал серьезные исследования в области логики, в области социологии. Я считаю, что это должно принадлежать русской культуре. До тех пор, пока мои сочинения все не будут опубликованы в России, до тех пор, пока мое имя не будет восстановлено в науке, до тех пор, пока я не займу в России положение, соответствующее моему статусу и в социологии, и в логике, и в литературе, никакой речи не может быть о возвращении. Субтитры создавал DimaTorzok